И с нами на связи уже есть наш следующий гость, это Юрий Христензен, аналитик медиа-центра Одесская политическая платформа. Здравствуйте, Юрий! Юрий, знаем, что, в общем-то, недалеко от Одессы сейчас проходят псевдореферендумы, которые организовал Кремль. Мы очень много мнений слышали по поводу того, к чему они приведут и какая их главная цель. Высказывалось, например, мнение такое, что Россия объявит частью своей территории Донецкую, Луганской области и те части юга Украины, где сейчас идут активные бои. Что, в принципе, развяжет руки, возможно, в плане объявления военного положения, в плане какой-то неограниченной войны, даже нанесения ядерного удара. Как вы считаете, насколько вот такого сценария стоит опасаться? Начнем с определения. Если мы откроем советскую военную циклопедию, там есть такое понятие аннексия. И в определении этого понятия написано, что часто государство, которое осуществляет аннексию, проводит на оккупированной территории псевдореферендумы для того, чтобы придать легитимность оккупации и аннексии этой территории. То есть это совершенно политическое действие, которое не относится напрямую к военной целесообразности. Что касается военной необходимости, да, я с вами согласен. Это вполне нормально, потому что как только эта территория будет признана частью Российской Федерации, сразу отпадает большая куча проблем именно военного свойства. То есть, например, призывники вполне могут служить на территории Российской Федерации, если таковой будет признана, ну, допустим, оккупированная часть Херсонской Федерации. А вот что касается мобилизации тех мобилизационных мероприятий, которые сейчас вот уже анонсировали на оккупированных территориях Украины, как вы считаете, насколько все-таки российские войска преуспеют в том, чтобы набирать новобранцевые на служащих среди жителей оккупированных территорий, и к чему это все-таки в итоге приведет? Ну, это стандартная практика всех войн Кремля. Могу рассказать, что, допустим, в Афганистане как же осуществлялся призыв к афганскому армию, Сарбот. Блокировали ущелья, заходили, ну, местная ФСБ, это ХАК, и местная милиция Царандой. Заходили всех мужчин призывного возраста, которых там смогли схватить, они забирали в армию. То есть, как призыв это эффективно, они набирали, там, выполняли план по призыву. Но как армия то, что в результате получалось такого призыва, эта армия не была, это не было эффективно. Вы знаете, вот мне сообщали об одном жителе, бывшем Донецка, который выехал в Россию вместе со своими друзьями. Ну, так получилось, что единственное направление, когда там после начала войны, в 2014 году он смог попасть, это была Россия. И к нему приходили, ну, точнее, его вызывали военкомат, предлагали мобилизоваться, поехать на войну. Он, выражаясь литературно, послал военкома, потому что сказал, а я без российского паспорта, я гражданин Украины, я у вас проживаю, но гражданином России не являюсь. На что ему ответили, вот объявят мобилизацию, первым поедешь родину защищать. Насколько вот есть опасность для тех украинцев, которые сейчас оказались в России, а многие оказались там, потому что больше-то и некуда было выехать после оккупации Юга Украины, часть Херсонской, Запорожской областей, их пропустили через фильтрационные лагеря, отправили на территорию России. Будут ли их насильно мобилизовать, если уже по данным Американского института изучения войны, возможно, даже мобилизовать попытаются украинских военнопленных, которые сейчас находятся в лагерях? Ну, это тоже стандартная практика, опасность, безусловно, есть. Если мы посмотрим на Приннестровье, на Абхазию, на другие похожие зоны локальных конфликтов, там это происходило. То есть там местных жителей призывали в армию. Более того, я слушал когда-то интервью в российских полковниках, который объяснял просто суть такого типа войны, то есть на оккупированной территории разрушается промышленность и как бы мужчинам призывного возраста для того, чтобы прокормить свою семью, и ничего не остается, кроме как записаться в армию оккупирующей державы. Если посмотреть международные оправы, то по Женевским конвенциям запрещено набирать жителей территории в армию оккупирующей державы, но, я думаю, наши зрители, по крайней мере мы здесь в Украине, уже привыкли, что в Кремле часто игнорируют норму международного оправы. Ну, если не сказать постоянно. Что касается, давайте перейдем от референдума, от мобилизации, немного в плоскость политического. Мы недавно видели предложение главы Евросовета Шарля Мишеля изменить, реформировать структуру Совета Безопасности ООН. И, в частности, речь идет о такой проблеме, как право вета. Звучат предложения лишать государства, объявляющие войну или начинающие войну, без объявления просто права вета в совбезе. При этом Турция, кстати, предложила и в целом отменить право вета как явление и попросту заменить его простым большинством голосов. На Ваш взгляд, насколько вот такие меры могут помочь каким-то образом вернуть эффективность для ООН? И можем ли мы ожидать, что все-таки Россия вот этого права будет лишена? Ну, мы видим, что существующая система безопасности не смогла предотвратить самую большую войну в Европе как по задействованным силам и средствам, так и по количеству жертв после 1945 года. Если эта система безопасности не будет реформирована, значит, она распадется и будет создана другая система безопасности. Здесь, опять же, пример Лиги Наций – это то, что было новым, которое не смогло предотвратить Вторую мировую войну. Есть хорошие воспоминания людей прямо в записке того времени о том, как собиралась Лига Наций. И там даже не стоял вопрос о захвате гитлеровской Германии и европейских стран. Ну, где сейчас Лига Наций? То есть ее сменила другая система безопасности. Эта система безопасности работала. Она не только ООН включает, она включает Хельсинские соглашения, многие другие организации, международные договора. Пока эти договора выполнялись, пока ООН выполнялся, эта система безопасности работает. Сейчас она не работает, соответственно, либо реформирование, либо создание другой системы. Вакуума безопасности не бывает. Это невозможно. Ну и какой же может быть эта система? То есть мы понимаем, что в том виде, в котором было, были две страны, которые выступали против трех стран, входящих, не во всех случаях. Но, скажем, имели возможность выступать, блокировать решения западных стран США, Британии и Франции, которые входят в состав Совета безопасности. Россия, Китай пользовались правом Вета, особенно Россия, им злоупотребляла с 2014 года, ну прям с постоянством таким вот достаточно завидным, можно сказать. И при этом ООН не имело никакой возможности как-то этому противодействовать. Помните, была такая практика единственного во время мира, во время одного из решений, по-моему, это еще были 70-е или 80-е годы, когда все-таки право Вета удалось блокировать и принять решение коллективное. Сейчас уже об этом никто не говорит, не вспоминает. И, в принципе, никаких последствий мы от Совета безопасности ООН, от его заседания, мы не наблюдаем. Вот Украина сейчас созывает очередной совбез в связи с проведением вот этих вот самых псевдореферендумов на оккупированных территориях. Что можем ожидать от реформирования, возможно, какого-то ООН? Как это поможет вообще установлению мира в Украине и во всем остальном мире? Вы вспомнили хороший пример, когда право Вета не то чтобы удалось преодолеть. Там была другая история. Изначально в Совете безопасности ООН при создании этой организации был не континентальный Китай, а Тайвань, режим комедан. Советский Союз протестовал против этого. И во время Корейской войны он бойкотировал заседание Совета безопасности. И при бойкоте СССР хватило голосов для того, чтобы ООН приняла резолюцию о вводе миротворческого контингента в Корею. И в частности, в результате этого мы сейчас, кроме КНДР, на Корейском полуострове еще видим Корейскую республику, Южную Корею. С тех пор СССР этим злоупотреблял. Но возвращаясь к вашему основному вопросу, проблема не в праве Вета. Проблема в том, как этот инструмент используется. Если его использовать в соответствии с уставом, в соответствии с тем целям, ради которых было создано ООН, ну да, могут быть у разных стран разные интересы. Но сейчас мы наблюдаем, когда нарушается сам устав, сам принцип. Понимаете, вот этот сам принцип, основные принципы устройства этой системы безопасности. И это, да, эту систему безопасности нарушает, и с этим придется что-то делать. Так или иначе, это будет не ООН, это будет там формат Рамштайн. Какой-то формат заполнит вот этот вакуум, пустоту, образовавшуюся на уровне безопасности. А страны нарушающие, так же, как страны, которые нарушали устав Лиги наций когда-то. Так где они сейчас? Где сейчас те режимы? Страны остались, люди остались. Но режимы те ушли в прошлое все. И если мы все-таки попробуем оценить, как дальше будет продолжать действовать Россия, как будет действовать Кремль и его режим, ну мы видим, что в принципе никакое иностранное давление сейчас Путина не останавливает. Мы видим, что накал, он все нарастает и нарастает, несмотря на санкции, которые уже действуют полгода, даже больше, несмотря на то, что и экономика российская будет страдать. Ну, Путин вместо этого заявляет, что мобилизация будет касаться и экономики, будет касаться предприятий, будет какой-то частичный перевод на военные рельсы. Вот на ваш взгляд, насколько Россия еще способна выдерживать эту линию? То есть мы понимаем, что у каждой страны есть какой-то свой запас прочности. Он касается и экономики, он касается и готовности граждан найти на какие-то жертвы, на какие-то лишения, воевать. Нужно быть готовым к тому, что и родные твои могут погибнуть, и ты сам можешь быть отправлен на войну. Но тут возникает вопрос, как долго Россия может еще находиться в таком состоянии. Пропаганда ведь тоже не может накачивать население вечно. Рано или поздно наступает усталость. Но вместо этого мы пока что видим эту же поддержку Путина. Мы видим, что протесты пока еще недостаточно массовые. Хотя, кстати, вот и в Якутии мы уже эту тему обсуждали. В принципе, не так уж и мало людей вышло. И вот в особенности в регионах России, там какие-то, в частности в республиках, есть какие-то выступления. На ваш взгляд, сколько еще может Россия находиться в таком истерическом состоянии? По первой части вашего вопроса, что противодействие, санкции, помощь Украине не действует. Так можно утверждать, если анализировать наблюдаемые события. Но мы ведь знаем планы Кремля. Они были озвучены. Планом Кремля было взятие Киева. Планом Кремля был сухопутный коридор в Приднестровье. В планах Кремля была оккупация в Молдову. То есть мы видим, что как минимум часть планов не состоялась, не была реализована. Значит, противодействие политике Кремля работает. Может быть, не так хорошо, как нам хотелось. По устойчивости. Россия огромная страна. Россия, запас устойчивости у этой страны огромный. Но я не уверен, что запас устойчивости России и запас устойчивости того режима, который сейчас в России, что это идентичные понятия, что они одинаковые. Здесь вопрос я бы поставил таким образом. Военная необходимость мобилизации была понятна уже в начале марта. Тем не менее, мобилизацию объявили только сейчас. Я предполагаю, это гипотеза, что объявление мобилизации снижает устойчивость режима. И сейчас мобилизацию объявили просто потому, что иначе невозможно реализовать военные цели. То есть, снижение устойчивости режима, который мы, может быть, сейчас не наблюдаем еще пока, это потенциальная вещь. Это обмен на попытку реализовать военные цели. И здесь я очень не уверен. Я просто видел фотографии, грубо говоря, Внукова 22 сентября. И мне не напоминали фотографии аэропорта Кабула, когда Госдеп американский заявил о выводе войск. Очень сильно. Это не похоже на всенародную поддержку решения Кремля. Дело в том, что сама пропаганда, она строит такую мифическую картину мира, оторванную от реальности. Не зря был введен этот термин «специальная военная операция». И режим следил за тем, чтобы этот термин использовался вместо термина «война». То есть, это какая-то картинка мира, за которой удобно наблюдать, болеть за свою команду, сидя на диване. Но мобилизация состыковывает людей с войной. Это уже не наблюдение, сидя на диване. Здесь другие риски, другие решения. И пропаганда не так действована. И это тоже тот момент, который, на мой взгляд, снижает устойчивость режима. Не России, а того режима, который в Кремле. Когда режим падет, либо потому что, ну просто физически люди смертны, либо потому что произойдут в стране какие-то политические изменения. Россия в том или ином виде, она останется, она будет существовать. Но вот о том, что режим переживет эту войну, я не уверен. Высказывалось мнение, что мобилизованные будут использоваться для усиления подразделения МВД, в том числе и Росгвардии. Упоминалось о том, что будет увеличен бюджет структуры МВД, по-моему, в полтора раза, если не ошибаюсь. И о том, что сотрудникам полиции и Росгвардии будут увеличивать зарплаты. Может ли быть такой сценарий, иметь право на рассмотрение, что все-таки мобилизация одной из ее целей будет не только выполнение военных задач против Украины, но и усиление репрессивного аппарата внутри России? Вчера я читал статью двух российских экономистов, проживающих за рубежом, ведущих экономистов, очень известных, которые создали модель мобилизации. Просто вот по примеру своих экономических моделей. И в их модели получается, что призван будет каждый четвертый россиянин, вот в этом возрасте, имеющий военно-учебную специальность, вот в этой первой волне призывов. Это огромное количество. Для того, чтобы заставить людей убивать и умирать, которые этого не хотят, причем не просто заставить, а вытащить их из их экономической повседневной активности, социальной активности, оторвать от семьи, от друзей, вот, и куда-то там зимой бросить в окопы под пули и снаряды, вот, для этого нужно перенапряжение репрессивной машины. И мы видели, что вместе с указом о демонизации были повышены сроки, да, то есть наказание за вещи, связанные с отказом от организации либо с каким-то нежеланием, грубо говоря, в этом участвует. Ну, я же говорю, это огромное напряжение, это огромное напряжение, и вернусь, к примеру, с афганской армией, ни армии из этого не получится, ни если будут мобилизовывать в качестве силовиков, да, Росгвардии, которые будут репрессировать вот этих вот 25% россиян, которые надо призвать и которые не хотят, да, идти, убивать и умирать. Вот, репрессивные машины из таких людей тоже не получится. Ни за деньги, ни боюсь даже с помощью пропаганды, потому что они сами частью этого стали. Они стали частью вот тех, кто не хочет, тех, кто этого не желает, тех, кто не хочет покидать вот свой привычный ежедневный уклад. Что интересно, из последних новостей, вот вы говорили только что о возрасте, что будет призван каждый четвертый, ну, там, если не ошибаюсь, разброс до 35 лет. А тем временем председатель Совета при президенте России по правам человека, Валерий Фадей, уже предлагает рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, которые прибыли в Россию и получили гражданство. Ну, то есть, помните, была такая инициатива, давайте отправим воевать мигрантов. Вот те, кто там из Центральной Азии приехал, получил паспорта, пусть отрабатывают паспорта. Вот он предлагает увеличить этот возраст до 45 или 50 лет. Я процитирую, Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет. При этом вот он говорит, что процесс мобилизации должен быть справедливым и прозрачным. Мы говорили о том, будут ли призывать граждан Украины. Но вот как минимум видим о том, что те, кто уже получил российские паспорта, уже вот такой вариант рассматриваются, могут и их отправить. Как вы считаете, насколько это может повлиять России, насколько это может помочь российским вооруженным силам восполнить ту нехватку личного состава? И насколько вообще он будет боеспособным, если этот ценз возрастной уже повышается до 50 лет? Хороший вопрос. Давайте вернемся к модели российских экономистов. 25% – это не весь мобрезер. То есть каждого четвертого достаточно для того, чтобы решить военные задачи. Задачи военных, военные цели для того, чтобы достичь. Если сейчас расширяют это, как на жителей оккупированных территорий, так и на другие возраста российских граждан, так и на трудовых мигрантов, которые работают в России, это значит, что вот эта задача либо неисполнима, либо трудноисполнима, либо она несет какие-то риски для режима, неочевидны нам сейчас. Ведь поймите, эти все разговоры, они ведь ведутся на основании анализа социологии, каких-то долговременных планов. Это ведь, ну, государство так не работает, оно не принимает эмоциональные решения. Значит, вот эта вот самая социология говорит, что то, что очевидно с точки зрения реализации военных целей, не очевидно с точки зрения российского социума, его отношения к войне, его отношения, в том числе и вот тот ваш вопрос, насколько эффективна будет армия из призванных таким образом людей. Еще одна новость, которая касается мобилизации, об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. Речь идет о том, что мужчины мобилизационного возраста после референдумов, вот речь идет о тех псевдореферендумах, которые проводятся на оккупированных территориях Украины. Так вот, после этого мужчинам могут запретить уезжать из России. То есть мы знаем, что вероятная дата запрета – это уже 28 сентября. Мы помним, что и Владимир Путин должен выступить, выступить с ежегодным посланием к депутатам. И возможно, что все-таки выезд будет закрыт, поэтому очевидно, что россиянам нужно уже принимать какое-то решение. Либо они остаются, либо они уезжают, пока еще есть такая возможность. Сегодня вот обсуждали с Ольгой Курносовой, нашей предыдущей гостьей, что поступает первое сообщение, пока не подтвержденное на 100%, о том, что первые случаи отказа в выезде за границу уже существуют. Они уже наблюдаются. На ваш взгляд, а как, собственно, рационально следовало бы поступать россиянам? Мы сегодня спрашиваем и наших зрителей о том, например, должен ли Европейский Союз, западные страны принимать тех, кто пытается избежать мобилизации. На ваш взгляд, вот как в этой ситуации правильнее всего было бы поступить? И для россиян, с их точки зрения, то есть что им следует делать и как следует поступить странам Запада? Стоит ли им поддерживать вот эти возможные потоки просто беженцев, которые не хотят быть отправленными на войну? Ну, давайте начнем с россиян. Смотрите, я жил в СССР. Там выезд за границу был ограничен. То есть в тоталитарном государстве оно не выпускает, оно закрывается изнутри. Вот оно вот в такую авторки впадает и при этом, только при этом оно стабильно. Информационные автократии, которые Россия была до сих пор, они действуют наоборот. Они выпускают всех своих противников. Чем больше их выйдет, тем лучше. Если мы посмотрим начало с 24 февраля, не только всех выпускали, а реально изгоняли. То есть людей, думающих, их возможности, их активность ограничивали, против них заводили дела, объявляли инагентами внутри России. То есть их вынуждали выезжать. Если сейчас российский режим от информационной автократии потихонечку скатывается в тоталитарной практике, то россиянам лучше выезжать, если они не планируют жить в тоталитарной стране. Если они не хотят жить в Северной Корее, ну, может быть, даже Северную Корею лайн пускай для начала. Лучше выезжать. А теперь давайте посмотрим на интересы Евросоюза. В России так или иначе будут происходить перемены в результате этой победы. Режим не удержится. России нужны будут вот эти самые думающие люди, активные люди. И Евросоюз выгоднее для того, чтобы они оставались во внутренней миграции, внутри России. Потому что иначе следующий режим, после существующего, он будет организован Гиркинами и Ижесни. И это Евросоюзу в планах, в долговременных планах. Я не думаю, что это Евросоюз устроит. Я думаю, что и весь остальной мир это вряд ли может устроить. Кстати, по источникам той же Медузы, как вы вот упомянули, ограничения на выезд, будут выдаваться мужчинам призывного возраста выездные визы. То есть, практически, это возвращение к той практике, которая была в СССР. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Напомню зрителям, что с нами был Юрий Христензен, аналитик медиа-центра Одесская политическая платформа. Надеемся вас увидеть в наших следующих включениях. Продолжение следует...